Давай, Игорюш. Кто самый лучший? Я самый лучший! Кто самый лучший? Ты самый лучший! Тоже не всем! Я самый лучший! Кадры из Томска. Там проходил первый этап Кубка Федерации Сибирского федерального округа. Скифы из поселка Новые Зори Павловского района встречались с клубами из Барнаула, Новокузнецка, Томска и Омска. Парни уверенно отыграли все четыре игры в группе. Доказательство тому статистика. 46 заброшенных шайб и всего три пропущенных. От такой игры истинное наслаждение получают и болельщики, и сами игроки. Освещение, ну, очень такой кайф, что с большим счетом разрываем. После того, как скифы обыграли клуб Барнаула 14-0, Новокузнецкий Металлург 12-1, Томский Буревестник 15-0 и Омский Авангард 5-2. Ребята начали усиленно тренироваться и готовиться к следующим играм. Юные хоккеисты ежедневно по несколько часов проводят в скиф-арене. Почти всю неделю тренируемся, только понедельник отдыхаем. Я пришел в 8, оделся, пошел на бросковую, потом с бросковой пошел на сухую и с сухой на лед. Что делали на сухой тренировке? Фитнес, на ноги работали. Итого около 4 часов каждый день на такой жесткий график тренировок клуб пошел осознанно. В планах еще лучше показать себя на втором этапе сибирского турнира, где в сильнейшей группе сыграют как раз таки скифы, а также Сибирь из столицы округа, Наукузнецкий Металлург, Красноярский Сокол, Ангарский Ермак и Барнаульская команда Алтай. Однако администрация скифов уже ведет переговоры с топ-клубами о проведении игр, которые пройдут уже после завершения сибирского турнира. Сейчас мы ведем переговоры для 2014 года. Это ЦСКА, Крылья Советы, Локомотив и Динамо. Это московские команды, которые в ближайшее время мы будем с ними встречаться. Матчи второго этапа Кубка Федерации Сибирского федерального округа пройдут с 30 октября по 3 ноября. Принимающие города еще не определены, но скифы уже рвутся в бой. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.